Итак, всем привет, с вами МДБ, продолжаем играть в World of the Civil War в Советский Союз. Фронт уже успешно стоит, и мы начинаем готовить силу для контратаки. У нас уже дивизии здесь хорошо получаются, вот это еще для лепского удержания, но танки уже, очевидно, для контратаки формируются, и вместе с ними мы потихоньку наращиваем авиационную силу истребителей, тоже для контратаки. В принципе, ну, через какое-то время мы вполне сможем, хотя бы где-то в регионах, хотя бы временно контролировать воздух, и это, конечно, меня радует, даже здесь, видите, прежде всего, это плохо, о, French State, это вторжение в Африку, что ли, американцев? Пока что нет, но вообще вполне возможно, американцы там полускриптованы, куда-то в Африку должны десантироваться, посмотрим. Кстати говоря, Иран тут мы реально попилили, вот это освобожденные рабочие, так что я, в принципе, не волнуюсь. А другой вопрос, она НКВД держит и нормально. Это, кстати, приятные ресурсы, еще приятная нефть. Отлично. Можно подогрейдить здесь спецвойска. Я, пожалуй, так и сделаю. Поехали. И начинаем думать, где мы будем начинать наши контратаки. Здесь я пока войска не хочу окружать, потому что они сюда припасы отправляют, и это очень много вытягивает оттуда. Из немцев это все. Я думаю, надо в Москву было бы подотбить здесь вот. И, очевидно, вот это все надо отбить. Так что танки, как у нас появятся, будем сюда, наверное, атаковать. О, шелестные дороги нам строятся. Отлично. А вот и наступает, собственно говоря, холода. Уже выпал первый снег, но еще не холодно. Пока что только дождь, забавно. Но уже немецкое наступление, если оно и где-то планировалось, оно, собственно говоря, будет отменено. Я тут отделяю зеленые танки и даю им дообучаться, потому что, ну, согласитесь, не дело, что у меня танки с такими дебафами. Кстати говоря, мы в подлодке начали какие-то находить, ловить, ну, хотя бы так. И начинают тоже планы меня с удержаний на, видите, какие-то приказы об атаке, чтобы войска накапливали уже планирование. Потому что где-то я могу пробовать уже контратаковать и возвращать себе провинции. Так что можно уже начинать какие-то планирования собирать. И наши первые силы, авиация, будут на Кавказе здесь вот тренироваться. Потому что, скорее всего, здесь мы какие-то будем действия проводить. Пускай они здесь уже начинают накачиваться, даже, наверное, вот так, пожалуй. Пускай все тренируются. Производим мы прямо уже очень солидное количество и танков, и самолетов потихоньку начинаем. Так что, значит, скоро будет пора радоваться. Несмотря на то, что у них защита и укрепления здесь хорошие, мы начинаем также потихоньку пытаться отбивать Москву. По крайней мере, по провинциям. И где получится. Здесь нас пытаются контратаковать, чтобы остановить. И где-то у них даже это получается. И нам нужно на это выделить некоторые силы дополнительные. На всякий случай. А здесь, допустим, мы вот и взяли. Нужно еще запад постараться выбить. Блин, эти две территории тоже считаются Москвой. Хотя они через речку. Вот их будет возвращать сложно. О, Персидский коридор. Отличный маршрут для Линдейза. Они, по-моему, здесь должны нам построить ЖД. Да, ЖД построили. И, возможно, инфраструктуру еще накинули. Ну да. Приятно. Не знаю, конечно, зачем, но пускай будет. Забавный факт. Они нам дают 222 Лайн Фортреса ежемесячно. Я подозреваю, что они столько не делают. Но, судя по всему... Так, смотрите-ка. Здесь 17, здесь 0. Либерейторы, это же тоже американские. Да? Короче говоря, тут где-то сотка их стратегов. Что... Ну, приятно. Приятно. И еще 92 средних танка. Ну, лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. Только вот у меня мэнпавер кончился к чертям собачьим. А что у Германии? А Германии... А, Германия, все. Взрослые проходят службу. Ну, что ж, мы не будем отставать. Другой вопрос, хотим ли мы сделать вот это или... Точнее, ну да, вот это или брать себе... Мужчина в заводе. Ну, наверное, нет. Работяги пускай работают. Пожертвуем нашей поддержкой войны. Всем все от политки нужно. Танк в армии, тем временем, почти готовы. По крайней мере, средние танки. А, другой вопрос, что нам генералов не будет. Но надо будет откуда-то искать. А вот, пехотка здесь уже полностью готова. Сейчас опять-таки будем деплоить. Остается вопрос, кто этим что-то собирается командовать. Ну, ответ, я думаю, простой. Вот сейчас будем здесь все повышать ребят. Что нам еще остается? Ну, слушайте. Нормально. А, и он сразу на 12, да? Да. И блестящее. Ребят, ладно. Ну, ладно. Тогда вопрос, как говорится, исчерпан. Испания против нас, цель войны оправдывает. Ну, как говорится, удача, единственное. Там потом у меня будет вариант зайти в союзники. Вот если... А, ну, вот она... Если она попробует зайти в союзники, и это что-то сломает, то я ее... Ну, я что-нибудь сделаю с этим. Потому что очевидно, что она не должна это ломать. Ну, ладно. Начинаем потихоньку пытаться где-то пробиваться здесь вот. Как бы нас еще здесь чуть-чуть окружили, но мы сможем спокойно все это вернуть. Я просто не ожидал, что они прям вот так вот пойдут делать. Без приказа, забавно. Ну, и тут можно будет тоже как... Ну, еще я не против их еще и стащить там. Они все-таки куча ресурсов тут теряют, там теряют. А, да и здесь, кстати говоря, начали терять. Приятно мне это все видеть. Ну, вот здесь вот точно можно окружить, потому что это не очень безопасно. А здесь пока что еще окей. Ой, неужели они пошли здесь снабжать? А, нет, это даже войска, это круче. А, я бы вот так, пожалуй, сделал тогда. Даже. Слушайте, а чего? Блин, а чего вот этот вот сюда не подплывет? Я был бы не против. Ну, ладно, они там что-то пытаются доехать. Видимо, вот сюда. Ну, мои танки сюда вот, видите, едут. И сейчас мы будем пытаться вот сюда пробиваться, потихоньку. Плюс еще сейчас сюда деплоится. Дождемся уже. Ну, здесь мы пытаемся что-то сделать. Не уверен я, насколько у нас это получится, но мы хотя бы попробуем. Еще невероятные, ребята, у нас пошли бои. В Черном море. Ну, тут, конечно, румынский флот на дно идет, но это ожидаемо. У нас все-таки реально боевой флот здесь находится, да? Хоть он и устарелый, но как бы все равно корабли эти бахают как надо. Я все-таки инвестировал сюда некоторые ресурсы. Да и, в принципе, со старта я бы тоже справлялся с Румынией. Ну, это забавно, и на самом деле мы таким образом... Здесь конвои идут, а мы их топим. Я чрезвычайно этому рад. Ну, как я и говорил, здесь мы начинаем немножко отбивать, здесь мы начинаем немножко отбивать по возможности. Здесь теории тоже можем, но я хочу точно качественно задушить. То есть здесь прям очень большое окружение может получиться. Поэтому я дождусь уже всех своих дивизий и нормальным таким плотным танковым ударом дойдем до Ростова. Не будем пересекать реку, скорее всего. У нас, в принципе, есть возможность вот здесь вот ударить вдоль этой реки, здесь вдоль этой. Примерно так будем параллельно идти. Потом будем сюда приходить. Я думаю, вот этот порт мы возьмем все-таки с севера, потому что, ну, в горы долбиться туда, конечно, не хочется. У нас, в целом, вообще это возможно. У нас в Гранд-Стрелке, они, ну, так, более-менее нормально должны атаковать в горы, но этого не стоит однозначно. И пришло время всем взрослым в Советском Союзе воевать. Ну, такая пора. Тут даже небольшое окружение получилось. Мы его, конечно же, ликвидируем. Ну, и здесь, возможно, тоже получится, хотя я еще не к концу уверен. Еще подъехала возможность подкачать нам доктрина. Можно взять здесь в защиту прорыв организацию, защиту организации, очевидно, это сильнее. Защита, либо противопехотная атака и укрепленность. Слушайте, вообще, атака звучит отлично, но прорыв тоже хорошо, тем более с защитой. Ну, блин. Надо все-таки, думаю, стакать атаку. Атака все-таки чертовски нам нужна. Ой, мы начинаем воевать в воздухе, причем, ну, так. Более-менее даже как будто нормально. Я вам скажу, нет, давайте вот все-таки так, или вот так. И можем еще парочку сотен истребителей сюда закинуть. Воздух потихоньку отвоевывается, товарищи. Скоро Россия будет, ну, Советский Союз, будет снова управиться воздухом. У нас появилось новое тяжелое оружие, и вот здесь ловушка, насколько нам оно нужно. Посмотрите, у нас 30 тысяч запасов. Это до хрена. Как бы, да, это не так уж и много, если мы будем прям вести активные боевые действия. Но пока что они замедлились. А апгрейды здесь, ну, приятные, я бы сказал, как минимум. Стоимость, опять-таки, ниже, надежность выше, как бы защита выше, прорыв выше. Хотя, да, всего понемножку, но в сумме-то все это растет. Самое главное, защита растет опять-таки. И я думаю, что нам нужно принимать это решение. Нам нужно переходить на новое тяжелое оружие. Мы теряем две сотни в производстве почти что одновременно. Но чем раньше мы начнем, тем лучше. А сейчас январь, так что зимой мы можем еще посидеть. Потом, я думаю, она растет. И мы делаем дорогу жизни, потому что, ну, уже пора. Если не сейчас, то когда? В 43-й год мы начинаем потихоньку возвращаться в свое. И, можно сказать, и говоря, ИСы уже исследовать. Я бы даже это сделал вперед каких-то самолетов. Поехали. Наша тяжелая танковая армия тоже будет скоро сильной. Да и средне-танковая тоже очень жестко прирастает, я вам скажу. Количествами, но невообразимыми для других стран. И начинаем реально пробивать. Тайл за тайлом. Мы возвращаем свое. И они вообще тут где-то пропускают целые провинции. Дорога жизни есть. Давайте теперь займемся этими вещами оставшимися. Вот это было бы, кстати говоря, тоже неплохо. Но пока вот сюда, наверное. И лучше вроде я ничего прям не вижу. Так что да. Поехали вот сюда. И мы здесь неплохо так возвращаем территории. Потихоньку отбиваем, отбиваем. И можно попробовать где-то еще. Все то же самое. Здесь, конечно, чуть-чуть не поплотнее стоят. Но не везде. И вот пошли танки в атаке. А что-то у нас... Третья, точнее, танковая дивизия. Как-то выглядит очень грустно. А что с ними не так? Хороший вопрос. Ага, погода. Я понял, ладно. Ну, согласно. Погода, конечно, мут не тот. Ну ладно. Здесь у нас закончились бои авиации. Давайте-ка вот сюда перебросим наши прекрасные самолеты. И надо начинать думать о том, что нам бы... Вот как раз таки, господи. Мне вот так нравится, что здесь... Ну вот, логика происходит примерно так же, как и... Ну, как логично. Ты начинаешь истребителей завоевывать. У нас как раз военные заводы истребители готовы. В принципе, 43-й год. Мы начинаем камбэкать. Все, блин, как к расписанию. И надо теперь подумать, что мы хотим из штурмовой авиации делать. Хотим ли мы ударные бомбардировщики тактически, либо штурмовики. Наверное, вообще штурмовики. Они здесь все-таки, ну... Блин, мощные. 15 авиаштурмовые. Но давайте проверим, что здесь. Здесь 15 тоже. Здесь вообще 23. Господи. А, ну мне точно нужны ударные. Чему я их еще, как говорится, не качаю? Срочно туда. И американцы реально засылают нам стратегов. Просто посмотрите. Вот, каждая уже здесь есть, кроме одного. Так что, ну, они спасают нам сколько могут. Я ими доволен. А вот и получилось приятнейшее окружение. Давайте его ликвидировать. О. Немцы начинают проигрывать эту войну. Ну и вот воздух здесь тоже мы держим. Приятно уже. Воздухе не проигрывать в абсолютный ноль. Я вам скажу. И здесь мы начинаем танками пытаться что-то пушить. Ну, очень-очень аккуратно, конечно. Поехали еще сюда вот этот сапор закинем. Вот здесь вот мы сейчас начнем наше наступление. Потихоньку тоже, как я и сказал. Аккуратненько. Не спеша. У нас здесь все под контролем. Пишет некуда. Но, слушайте, неплохо, неплохо. Напряжно, но нормально. Самое главное, что наши дивизии просто не перебивают тяжелые танковые. А средние танковые, я замечу, пробивают, судя по всему. Ну да, 31 брони у них слишком мало. Здесь же уже чуть больше 40. Поэтому нормально мы себя чувствуем против 30-ки бронебойности. Итак, мы тут повысили сопротивление в Ростове. Вот тут вот. Должна цель, да, вырасти до 35-ти. Была, видимо, ниже. Но здесь предназначенный труд, господи. Они заставляют нас работать. Какой ужас. И надо снова это делать. И где-то чуть дальше, пожалуй. Но обязательно продолжать и не останавливаться. Можно снова в Киеве, либо в Минске. Давайте в Киеве. Потому что здесь город побольше. И потому что в Минске сопротивление уже трехон есть. В Киеве же здесь, видите, оно подупало. Так, испанская война за независимость. Конечно, мы это принимаем. Мы не будем с ними спорить. Хотят, мы за независимость, значит, есть зачем. Ну и сразу теряют все свои территории. Потому что нехуй. Ладно, США высадились в Северной Африке. Отлично. Тоже они там начали что-то делать. Но Германия, я чувствую, скоро пойдет. Ну, как скоро. Через годик-два. Но уже шаги в этом направлении есть. А и не забываем, что у нас тут бесплатные доктрины подъезжают периодически. Ну как, не совсем бесплатно. Мы все-таки в Советский Союз. Мы заплатили за это очень дорого. Но нормально. И опыт потихоньку идет. Делать бы мне, конечно, еще вот здесь кнопочку нажать на поддержку войны. Но пока нету, как бы, ну ладно. И можно еще подректическую борьбу нажать. А при здесь атаки всегда тоже очень приятно. Здесь они, кстати говоря, неплохо так держатся. Бортов нету. Они просто так хорошо укрепились. Надо пытаться пробить все-таки до конца. А вот и мои прекрасные тонкие подъехали, так сказать. Причем, часть еще и тяжелые. Я бы их, наверное, чуть-чуть в отдельную все-таки выделил. Хотя, по факту, особо без разницы. Единственное, мне не хватает. Офицеры, к сожалению. Но как появится, то нормально. Возможно, вообще стоит у кого-то украсть. У какой-то армии офицера. Но я все-таки, наверное, подожду нового. И у нас здесь начинаются эти классические, как и были до этого, проблемы со снабжением. Надо поэтому бить в Ростов. Либо вот сюда, в Краснодар, и как-то соединять. Но надо не останавливаться. Итак, атакуем. Блин, здесь нас успевают выбить обратно. Но пехотка идет закрывать линии. Здесь мы тоже выбиваемся. На юге потихоньку наши клещи начинают замыкаться. Только единственное, вот сюда бы, блядь, генерала нету. Я вижу путный Ростов. Если мы захватим Ростов, мы здесь с снабжением намного все облегчим себя. Поэтому надо срочно туда пытаться пробиться. Любыми, так сказать, правдами-неправдами. Ну и пока что немцы близки к окружению, по ощущениям. Да, у меня здесь нет снабжения, но опять же, потому что пункт снабжения ближайший вот раз-два. А здесь очень далеко. Так что, ну, либо вот здесь вот пробиться и как-то снабдить их. Что мы потихоньку сейчас, кстати говоря, делаем. Либо уже до Ростова дойти, оттуда снабжаться. Ну и до Краснодара, конечно же. И, кстати говоря, у немца, по-моему, закончилось топливо. Хотя здесь оно периодически появляется и что-то показывает, но... Ладно, нет. Все. Вот. Топливо ноль. И, мне кажется, этим и обустовлена его такая остановка. Ну, одна из причин, наверное. Во-первых, конечно, ему стало сложнее, потому что у меня дивизии стали получше. И я сейчас делаю вот эту штуку, объясняю зачем. У меня все еще есть дебаф, видите, на 15 атаки. Потому что, оказывается, вот в этом фокусе спрятана окончательная реформа. Это для меня абсолютно не очевидно. Здесь, конечно, написано, что вон, совершенствование вооруженных сил, современные стандарты, но это звучит как будто ванильное улучшение концерна. Поэтому я это и не понял. Я даже поспрашивал специально в Дискорде, и мне ответили, что вот, делай вот эту херню, делай вот эту херню, делай вот эту херню, и так ты реформируешь себе все вот это вот. Блин, нереально не очевидно, но допустим. А вот и... Еще одно окружение немцев. Я, собственно говоря, невероятно этим доволен. Но нам нужно пробить Ростов. Вот когда мы пробьем Ростов, вот там я точно буду совсем доволен. Пока что все-таки есть еще неплохое количество недовольства всей этой херней. Со снабжением в основном. Здесь реально, но не хватает еще одного пункта где-то вот прямо вот здесь. Такое ощущение. И раз мы начали вот эту штуку, давайте это уже сам делать с авиацией. Вот должны теперь открыться новые кнопочки. Хороший вопрос, где они? Вот они, объединить заводы. Скорость, защита, атака, атака, защита. Вопрос такой. Это вот получается здесь? Ну да, да. Вот атака, защита, атака, защита, атака. Скорость. Ладно. Давай с чего мы начнем? С пехоты, пожалуй, да? Пехота, атака. Поехали. 120 дней, господи, как это долго? Но не слишком дорого. Рост эффективности 20% не очень приятно, но терпимо, потому что мы не так много заводов делаем. Объем 15% тоже. Немного неприятно, но при 200% нормально. Зато потом мы получим 15 атаки пехоты. Ну и, конечно, это того стоило. И надо было бы делать это раньше, но это не очевидно совсем для меня было. И вот еще одно прекрасное окружение. Вот здесь вот получилось. Мы его сейчас будем пробивать по возможности. И в Ростов мы все-таки идем. Не спеша, но идем. И здесь тоже. Вот здесь микроокружение делаем, потом будем продолжать контратаку. И здесь бы тоже хотелось с этим что-то сделать. Блин, гляньте на этих немцев. Безумцы. Безумцы. Продолжают идти вперед, хотя, ну как бы... Вот возьми, опасно так бегать вперед. Немчура. И здесь мы тоже провинция за провинцией. Возвращаем все территории. Супер. А мы можем сразу еще один объединять, собственно говоря. Он уже параллельно танковый, допустим, да? Ну и танковый тоже. Конечно же защиту. О, точнее атаку. Атака важнее все-таки защиты в этой игре. Кстати, помните эти НКВД дивизии? У них теперь 90 организаций. Господи, какое безумие. Ну ладно. Я думаю, знаете, куда их? У них 16... То есть вчетвером они смогут как раз 60 сделать. Пускай они пойдут вот сюда. Я считаю. Будем их использовать как затычки, где нужно. Потому что сейчас мы будем идти в контратаку, и у нас фронт будет сужаться. А наша армия, как бы, кто для... Вот именно такого широкого текущего фронта. Так что будут небольшие проблемы. Но в целом, я думаю, будет нормально. А еще, я думаю, можно попробовать отхватить здесь территорию. Чего бы как бы и нет. Собственно говоря. Еще и поддержку с моря оказываем там. Ну и здесь тоже про ней не забываем. Здесь, конечно, битва будет долго, я чувствую. Надо бы лишние войска отсюда повыводить, наверное. Ну и, господи, что же там происходит с Ростовом? Какие-то страсти и ужасы. Но в целом, в целом это позволяет нам сейчас... Хотя бы вот сюда пройти. Если мы сможем эту провинцию забрать, снабжение здесь умрет, и мы сможем фронт обратно на Ростово оттолкнуть, скорее всего. Ну и, конечно, если мы захватим в Краснодар, это нам поможет очень сильно. Мы снова вернем здесь снабжение. Другой вопрос, что он, скорее всего, будет с войсками. Ну, посмотрим. Мы пока движемся. Американцы хотят раз в месяц давать нам четыре сотни танков? Ну, давайте, если вдруг реально будете, то я не против. И мы это сделали. Мы отрезали немцев от снабжения здесь. Нужно только укрепить территорию и, в принципе, развивать наступление. И мы вернули Ростов, товарищи. Это прекрасный день для нашего Советского Союза. Мы снова здесь вернули снабжение, ну и обрекли всех этих немцев, да и их союзников. На смерть в окружении. И на севере вообще у нас здесь начинается очень неплохое наступление. Прибалтика свободна, здесь не хватает танков. Все танки в основном здесь находятся. И, ну, для них это очень опасная позиция, я вам скажу. Ну и, конечно, мы сейчас потихоньку будем обрезать... Так, черт возьми, вы в Ростов... Ну, не позорьте меня, пожалуйста. Поверните все срочно в Ростов. Спасибо. Сейчас мы будем всю вот эту группировку уничтожать. В горах вот здесь вот уже, в принципе, процесс пошел. А, ну, в принципе, мы сможем одну дивизию пробить. Здесь же одна битва идет. Да, почему только здесь одна... А, понял. Тогда вот это мы уже убираем вот сюда. А вот эту дивизию мы тоже, собственно говоря, отсюда уберем. Вот, пожалуй, сюда. И, пожалуй, на это время я сюда еще авиацию верну. Здесь вот мы не остановим, пускай, в атаке. А здесь пускай продолжают. И, как бы они здесь помогли нам выбить вот эту гору. Что авиация дает неплохо по бафам-дебафам. А мы еще и инфраструктуру им тут поддушили, но это ладно. Противление, допустим, еще, да, полезно. Но давайте уже сделаем вот так, пожалуй. И докачаем в Берлине сетку сколько сможем. Постараемся до сотки, конечно. Если сможем до сотки, то супер. А если нет, то остановимся там, где, короче, остановимся. И переключимся на режим скрытности. И смотрите-ка, авиационные у нас теперь открытые заводы. Давайте их тоже начнем организовывать. Нам нужна политика на поддержку войны, но... Вот это идет слишком долго, поэтому надо начинать уже. Поэтому сразу, как только можем, инвестируем туда. И, слушайте, у нас реально свободный момент есть. Абсолютно. Если раньше он был свободный, но как бы еще что-то можно было взять, то сейчас нам буквально, ну, как бы, что здесь у нас вообще? То есть сейчас политика, кстати говоря, возможно, вот это и есть смысл здесь в один момент. Потому что политика нам нужна. Но мы сейчас идем дальше в авиацию, я думаю. Ну и наше наступление здесь продолжается еще активней. Собственно говоря, почему бы нет? Почему бы не атаковать, когда я вижу, что немцы слабее? И мы все-таки здесь пробились с горнострелковыми, кстати говоря, отрядами. Как я и говорил, горнострелки, конечно, в горах имеют солидные шансы даже пробиваться, не только защищаться. И мы сейчас возьмем Краснодара, и здесь войска вообще останутся без единого варианта снабжения. Ну и здесь тоже мини-окружение получилось приятное. Слушайте, такое ощущение, что мы в 44-м закончим. У нас все отлично продвигается. И я даже подумаю о том, чтобы наши танки потом отсюда перевезти вот сюда, и начать жесткое давление на юг, отрезая всем этим войскам снабжение. Я уже начинаю не стесняться использовать побольше авиации, потому что у нас уже и некоторые запасы есть в авиации, да, и производим мы уже почти десятку в день. Можно реально не стесняться и добавлять, кстати говоря, еще тяжелотанковые дивизии. Тут, кстати, тоже получилось окружение. Ну-ка, давайте его ликвидируем и забудем. Ну и как здесь еще микро, тоже окружение. И вот это окружение уже повеселее, хотя здесь нету именно немецких войск особо, ну немного. Хотя я вижу здесь немецкие пантеры, судя по всему. Вот они отступают. Здесь современная моделька, это пантеры считаются. Так что, судя по всему, Германия здесь потеряет неплохую часть своих войск тоже. И, ну, я не знаю, как она будет нам сопротивляться в будущем. И вот это окружение добивается. Тут, конечно, они пытаются еще обороняться и даже, возможно, да, еще пару раз сприт-заренфорсить. Но мы-то понимаем уже, что это, ну, все. Так, танки у нас ручную контролятся, поэтому надо их к границе подводить, пожалуй. Будем сейчас тоже с двух сторон пытаться пробиваться. И вообще вот это можно деплоить прям полностью, наверное, с севера. Либо сейчас перебросим с севера армию, посмотрим. А Жуков у нас стал приспособленцем. Очень солидно. А вот этому парню будет еще подкачаться. А он как раз-таки сейчас качнется. Правда, он не получит элфу, по-моему. Они же каждые два левела дают соперки. Так что грустно. Но все равно нормально. То, что мы уже, ну, нереально вкачаны. И мы уже начинаем потихоньку набирать заводы на наших ударных, раз-таки, бомбардировщиков. Скоро мы бомбить их будем в ответ, а не только забивать их бомбардировщики. Хотя, конечно, наши стратеги работали по их инфраструктуре все это время. И я думаю, какую-то часть в этой войне они тоже свою сделали. Можем мы поддержать партизан. Обязательно поддерживаем. Потому что сопротивление, оно снижает и снабжение. В общем-то, и кучу ресурсов из них вытягивает. Как и именно снаряжение, так и людских. А мы, учитывая их потери по заводам, именно то, что там ремонтируется 19%, я думаю, мы уже примерно на уровне Германии, если и не больше. С нашими бафами и с нашими минус стоимостями, я думаю, мы наверняка производим уже больше. Так что войну на истощение Германии уже не выиграть. И вот завершается южный наш рывок. Полностью мы отбили все южные территории. И можем готовиться к следующей операции. А нет, чего все-таки получил доп-левел, но я даже не знаю, что ему взять. Честно говоря, ему ничего здесь не нужно. Инженера? Нет. Командующей пехоты у него не будет. Типа хитрым лисам тоже что-то нет. Ну, возможно, эксперта по импровизации может быть полезно ему. Но так на самом деле особо ничего нет. И начинаем отбивать еще здесь воздух. Тут, в принципе, у нас уже некоторые регионы полностью зеленые. И готовимся здесь для того, чтобы вот это все отбить. Я думаю... А, ну хотя мы уже, смотрите, мы реку уже вернули, да? Самое главное. Вот здесь фото еще не до конца, но время это займет. Возможно, стоит перебросить войска на север и нанести у юг в Беларусь, в Прибалтики немножко захватить и прямо до Украины и Крыму. Зажимая здесь... Слушайте, здесь вообще дивизии. Сорок три, одиннадцать, десять, пять, одиннадцать. Тут, ну, их очень мало. Нас реально больше раза в два. Я чувствую, мы в один момент сможем просто автопланом воевать, а не как-то сейчас с руками. Вот, в любом случае, с вами, ребят, был Дабгай. Мы начинаем нашу контратаку. И увидимся в следующей серии. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.